Ларис, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как для тебя сложился турнир, особенно финальные поединки? Для меня турнир сложился хорошо очень, а финальные поединки это были самые тяжелые на этом турнире. Бои я встретилась в первой боссе на Дереглазовой, для меня не очень удобной сопернице. Вот, и в боссе первое место у меня был Саида Шинаева, как раз из воде Кавказа. Тоже для меня складывалось все перепадами, я вначале вышла вперед, потом Аида меня догнала. Очень сильно я поддерживала зал, меня это немного как бы выбило из колени, но потом исправилась с своими эмоциями и довела бой до победы. А за счет чего тебе удалось победить Дереглазову? Ну, мне кажется, я немного перестроилась и она не ожидала, что я буду фитовать в такой маневре. А вот, она в принципе, как мы с ней всегда встречались, я фитовала немного по-другому. И мне кажется, она просто от неожиданности не поняла, что я поменяла. Как тебе организация турнира здесь в Ладикавказе? Мне очень нравится в Ладикавказе, очень гостеприимный город, очень приятные болельщики. Мне очень было приятно, что из-за меня болели до боя Саида Шинаева. То есть, как бы, очень хорошая организация, молодцы все. С какими чувствами тебе покидаешь Ладикавказ? С хорошими чувствами, очень приятно, что я здесь выиграла в личных, мы заняли третье место в команде. Для нашей команды это очень хороший результат. И поэтому у меня одни положительные эмоции. Какие планы теперь на будущее? Май, июнь, июль? У нас впереди сборы и соревнования. Также продолжается подготовка от чемпионата мира к чемпионату Европы. Спасибо большое.